Всем привет! Сегодня у меня в гостях чемпионка мира, многократная рекордсменка мира по фридайвингу, а также по совместительству актриса, модель и психолог Марина Казанкова. Марина, привет! Привет, Макс! Рад тебя видеть у себя в студии еще раз. Марина, в прошлый раз ты мне говорила, в прошлый раз, когда мы с тобой виделись в этой студии, ты мне говорила, что у тебя есть график. Придерживаешься ли ты этого графика? Если ты имеешь в виду график, то, что я ложусь вовремя спать, встаю рано с утра, я не могу без него жить. А я про другой график. Про другой, да. График – это каждый год по рекорду Гиннеса. Какой хороший вопрос! Окей, я этого графика придерживалась вплоть до 2019 года, а вот 2020 год у меня он вылетел, потому что это публичное выступление, и публичные выступления были, как известно, во всем мире закрыты. А то есть этот рекорд планировался при присутствии публики сделать, да? У меня все рекорды в присутствии публики, потому что я это делаю для вдохновения других людей. И, конечно, увиденное вживую, оно значительно более ярко запечатляется, чем посмотренное потом в видео. Хотя и это тоже хороший инструмент. Поэтому 2020 года рекорда у нас нету, но будем догонять. В 2021 году, конечно, планируем. В 2021 году сразу два, значит, надо сделать. Ну, посмотрим. Начнем с одного, а потом посмотрим. Недавно у тебя появилось новое арт-видео, «Go on Muse» называется, да? Расскажи, в чем была его идея и удалось ли снять все именно так, как ты планировала? «Go on Muse» имеет очень интересную историю. Я провожу прекраснейший семинар под Москвой, в Рузе. Там есть замечательный бассейн глубиной 6 метров. Я его очень люблю. Познакомилась я с ним, когда мы снимали проект «Территория», подводные съемки проекта «Территория», где мы два дня подряд, с утра до вечера, в нем производили интересные разнообразные съемки. Там рек, озер. У нас были классные художники, которые там пускали водоросли и так далее. А «Территория» — это сериал? «Территория» — это сериал, да. Вот он недавно вышел. И познав этот бассейн, я понимала, что хочу возвращаться. И теперь раз в месяц, раз в два месяца делаю там семинары. Но так как помимо моей тренерской деятельности я очень люблю актерскую, то в одну из таких поэток я решила совместить. И как-то все сложилось, неимоверно интересно. Я в это время снималась в пилоте сериала «Гадалка». Художник по гриму была Лика и помощница Даша. Это девочки, с которыми я работала на закрытой школе. То есть два года мы с ними плотно вместе работали. Мы друг другу, неимоверно, порадовались. И они, оказывается, стали сценаристами. То есть кроме того, что они занимаются гримом, они еще и пишут. В это время у меня в машине сзади сидит Мина, с которой мы снимали рекламу. Помнишь, где я ныряю под лед? Да. Вот. Я говорю, Мин, слушай, вот мы тут планируем снять. Она такая, я уже все законспектировала в компьютере. Она уже нам все по времени сделала эту самую раскадровку. Прекрасно. И мы приезжаем туда. У нас, естественно, есть сейфти-дайверы, мои ребята-студенты, для которых такой опыт, как затянуть меня в воду и вытянуть из-под воды, очень классный прикладной фридайвинг. Сейфти-дайверы – это те дайверы, которые тренируются, как спасать людей. Да? Сейфти-дайверы, ну да, в принципе, они для того, чтобы спасать людей, но в случае подводных съемок они для обеспечения безопасности. А, все, я понял, да. Учитывая, что в Гон Мюз у меня длинная юбка и связанные руки, то окей, погрузиться сюда я еще, может, погружусь, потому что я еще пригруженная, чтобы работать на дне. Но всплыть с связанными руками и с ногами в колоколе от юбки сама, может быть, если бы очень экстремальная ситуация, я и смогу. Но всплывать каждый раз самой при дублях, ну, сделаю три дубля, и дальше все буду отдыхать. Соответственно, меня и погружают, и вытаскивают. Для того, чтобы погрузиться, один фридайвер меня держит за ногу и погружается головой вниз. А когда мне нужно всплывать, я показываю рукой, заберите меня отсюда, и второй фридайвер, тот, который меня опустил, отдыхает, меня вытаскивает резко наверх. Еще очень удобно было то, что у меня есть друг-стилист, я ему позвонила, слушай, мне нужно что-то снять, вот мы хотим что-то снять со скрипкой под водой, что у тебя есть. И вот эта вот прекрасная юбка и корсет, это как раз вот роман Араша, его создание. Он мне сразу привез, мы сразу все отсняли, получилось здорово. А какой был замысел? Замысел был, конечно, современный. То есть 2020 год – это год очень необычный, очень сложный для всего мира. Вот такого глобального, наверное, в мире, что коснулось всех стран, не было. Даже Вторая мировая война не коснулась всех стран непосредственно. Здесь коснулось каждого человека лично. И какой основной посыл того, что мы хотели вложить? То, что да, в жизни есть кризисы, их много. Но кризис – это не конец жизни, кризис – это ступенька. И если мы не включаемся стопроцентно эмоционально на пострадать, ах, бедные мы несчастные, как все плохо, а мы да, проживаем, да, понимаем. А вообще кризис – это что? Это то, что наши бывшие методы решения проблем больше не работают. А новые мы еще не создали. И мы находимся в состоянии незнания, но в то же время в состоянии креатива. Когда мы можем что-то создать для того, чтобы пойти дальше и пойти на еще одну ступень, пойти выше в своем развитии. И вот как раз это вот нахождение на дне, это вот закрывание, все кончено. Дальше возникает вдохновение. Смычок как вдохновение, которое… То есть момент творческого кризиса вначале наступает, да? Вот там у тебя наступает момент творческого кризиса, потом появляется смычок, да? Да, потом появляется смычок. Но этот смычок как символ вдохновения, который может прийти извне, а может и прийти изнутри. И самое сильное вдохновение, которое приходит изнутри нас, оно нас наполняет, раскрывает. И уже при этом вдохновение на те же самые вещи, на тот же самый кризис мы смотрим совершенно иначе. Мы смотрим как на ступеньку развития, как помощника, как дополнительную энергию. И тогда уже рождается танец, рождается музыка, рождается полет, который ведет нас наверх. И вот эта вот наша задумка, она приобрела неимоверное количество красок и разнообразия, когда мы проводили премьеры. Первая премьера была в Севастополе, где собрались друзья-единомышленники. Они это посмотрели, и после просмотра я спросила у каждого, а в чем идея? И каждый раскрыл ее со своей стороны. Не было ни одного человека, который остался равнодушным. Потом мы проводили в «Серф-кофе» в Москве премьеру, и там раскрылись еще другие стороны этого произведения. И я получила огромное удовольствие и от премьер, и послушать, а что реально у людей откликается в этой истории. И, конечно, это командная работа, и большая благодарность всем, кто поучаствовал в этом проекте и на суше, и в воде. Мы получили огромное удовольствие и вдохновение все вместе. В итоге получилось очень круто. Извини за такой нетактичный, может быть, вопрос, как на тебе платье держится. Оно все в воде двигается, приобретает какое-то движение волны. Все это смотрится очень красиво. Вот на самом деле многие твои зрители, твоего телеканала, и те, кто тебя знают, они привыкли к тому, что ты в бассейнах ныряешь, либо где-то в тепленькой водичке, в каких-то океанах с рыбками. И тут вот недавно, значит, проект «Подлёдный фридайвинг». Что это было? В чем идея? Все ли удалось реализовать? Никто ли не замерз? Расскажи про себя, как ты решила под лёд нырять? Я всегда очень любила купаться в проруби. Всегда. Вот сколько себя помню, для меня вода, она не имеет значения, какая температура. Имеет значение, что это вода. И куда бы я ни приехала, где есть вода, бассейн, река, озеро, море, океан, не имеет значения. Я ныряю. И вот эти вот нырялки в прорубь, короткие, без гидрокостюма, просто окунулся, получил этот вот шок со мной с травой. Зимой, в крещенские морозы, всё это ты... Да, это с удовольствием. Я вообще начала нырять в прорубь в Сибири, в Катунии. Там были не крещенские, а сибирские морозы, так, за 30, чтобы эгэгэй. И я не очень... Я больше люблю нырять и выныривать, и согреваться натурально, нежели идти потом в баню. Баня – это свой кайф, но другой. Он не такой заработанный, как нежели, когда ты это делаешь. Обогревом своего тела. Внутренняя энергия. Внутренняя энергия. И тогда иммунитет реально прям очень мощно возрастает. Нырялка под лёд в гидрокостюме, во фридайв-моде – это космос. Это реально совершенно космическое ощущение. На улице холодно. И ты такой приходишь, холодно. Гидрокостюм надел, он мокрый. Он начинает остувать из-за внешней среды. И ты идёшь, и тебе уже прохладненько. Давайте уже быстрее нырять. А в воду заныриваешь, начинаешь двигаться, и становится тепло. И вот в этом очень холодном у тебя только губы на суше, потому что губы в контакте с водой. Вот у нас вот такой вот капюшончик, вот такая вот масочка, только вот эта вот часть. Этой частью ты чувствуешь, какая холодная вода. Всё остальное тело находится в комфортном тепле. И это кайф. Интересный контраст. Контраст очень такой мощный. И при этом в это внутреннее комфортное тепло, а внешне ты понимаешь, что костюм контактирует с холодной водой. Но ты этого не чувствуешь, ты не промерзаешь. Когда ты погружаешься под воду, там наступает неимоверная тишина. Ещё больше, чем когда нет льда. И потом ты ныряешь, а вокруг лёд, он как будто вот так вот тебя обнимает. Такое вот ощущение какой-то сказочности и космоса. Уходя под воду, ты видишь пузыри, которые подо льдом находятся. Пузыри воздуха. Удивительная совершенно картина. И плавно удаляющийся прорубь, удаляющийся майну. И потом она исчезает. И вот остаёшься ты, темноватая вода. Ну и дальше, что там есть, вот, например, под Нижним Новгородом, где мы снимали и кино, сейчас расскажу, и нырялку делали, семинар. Там очень интересные скалы, такие как бы пещеры, подводные водоросли. Вот в холодной воде это очень интересно. А когда ты начинаешь выныривать, естественно, ты ныряешь вдоль троса. Потому что если ты будешь нырять не вдоль троса, то далеко не факт, что ты вынырнешь туда же, где ты занырнул. А если ты вынырешь не туда же, там не будет воздуха подышать. А он, в принципе, после нырка нужен. И выныривая по тросу, это как такая спасительная нить. Нить, от которой зависит твоя жизнь. Ты не пристёгнут лайнером, то есть ты в безопасности. Но всё равно ты вот видишь, вот она идёт, 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 идёт. Сверху пока ничего, ничего нечёт. А потом плавно начинаешь видеть лёд, начинаешь видеть вот эту дырку, в которую ты сейчас будешь выныривать. И что самое интересное, она тёмная. То есть ты выныриваешь не в свет, как обычно, а ты выныришь в темноту. Потому что везде лёд с небольшим количеством снега, он белый. А выныриваешь ты в май, ну она чёрная. Неимоверная. Ты переворот мира, просто в голове происходят голоса ниши. Я это ещё хочу сказать, для того, чтобы зрители понимали, это всё на задержке дыхания происходит. Без оборудования, без ничего, всё на задержке дыхания. Какого уровня фридайвинга надо достичь, чтобы совершить такой прыжок? Или новичок может ли прыжок, нырок, правильно сказать, да? Вот новичок может это совершить? Сначала обязательно нужно пройти базовый курс. Это обязательно, чтобы человек понимал, как ему дышать подготовительно, восстановительно. Как его организм реагирует, как он адаптируется к задержке дыхания. Потом нужно понимать, как двигаться, да? Ну, если ты ныряешь руками под росту, это очень просто. Это практически с первого раза у всех получается. А если ты ныряешь в ластах, то тебе нужна хорошая техника нырения в ластах. Потом, конечно, до ныряния под лёд, нужно потренироваться в нырянии в глубину, в том же бассейне 6 метров или в море тёплом, для того, чтобы научиться продуваться. Потому что во время ныряния под лёд нам не нужно учиться продуваться. Мы должны уже иметь это в автомате. Потому что это сложно. Когда вода холоднее, продуваться сложнее. Соответственно, нужны базовые навыки. И, конечно, психологический момент, психологический аспект. Нужно колоссальное расслабление. Как только мы начинаем напрягаться, а у нас факторов, которые заставляют нас напрягаться, много, это холодная вода, это тёмная вода, это лёд. То есть мы как будто в закрытом, ну, клаустрофобическое, да, такое, как бы, помещение. Соответственно, это всё нужно принять и с этим быть в дружбе. Вот тогда можно леть под лёд. Вот я когда либо в бассейне, либо в море плаваю, либо ещё где-то нахожусь под водой, я вот в тот момент, когда нахожусь под водой, всегда максимально концентрируюсь. Максимально. Вот чтобы... Мне почему-то кажется, что если вот я немножко как бы расслаблюсь, то тогда я сразу же, ну, вглотну воды через нос или через рот. Вот такое ощущение. Не знаю, оно обманчивое или нет. Потому что на твоих видео ты всегда вот в расслабленности находишься под водой. Не бывает такого, что, ну, там, не страшно тебе случайно просто вдохнуть воды? Макс, приходи ко мне на тренировки и будешь плавать таким же расслабленным. Смотри, у нас организм устроен определённым образом. У нас есть ангартаник, который, когда мы находимся под водой, лицо в воду опускаешь, ангартаник закрывается. И вдохнуть без определённого желания и насилия над организмом, вдохнуть в воду невозможно. Даже если ты откроешься, оп, вот так, ты не вдохнёшь. Да, вода зайдёт в рот, но она не уйдёт ниже накартанника. А потом ты просто её выпрямишь. Понятно. Поэтому в воде нужно быть максимально расслабленным. Именно тогда она тебя принимает, тебе нехорошо и спокойно. А в глубине быть напряжённым категорически нельзя, потому что в глубине происходит blood shift, сдвиг крови. Кровь для того, чтобы у нас лёгкие не схлопнулись, она приливает вокруг лёгких и образовывает вот такую вот защитную среду, чтобы воздух, в которых в лёгких, не случился коллапс. И эти вот капилляры, которые у нас окружают лёгкие, если мы напряжёмся, давление снаружи плюс давление изнутри, они могут лопнуть. Это называется ланг-сквиз, когда потом люди плюются кровью. Это не очень страшно, это быстро заживает, но никто не делал испытания, остаются ли лукцы в лёгких или не остаются. И потом там одышка может быть в течение дня, потом проходит. Но не нужно туда ходить. Нужно максимально расслабляться и не доводить себя до ланг-сквиза. Всё понятно. Всё, я приеду к тебе на семинар ближайший, чтобы ты научила меня, как расслабиться. А вот скажи, значит, подлёдная нырялка, арт-видео. И недавно я ещё видел, ты записалась в «Русалки». Что это был за проект, как это произошло? Я видел видео в бассейне, где ты в виде «Русалки», да? Я ничего не купил? «Русалочий» проект – это давний проект. А, давний. Это в Дубае, где я делала шоу «Русалок», где мы ныряли в аквариуме Дубаева. Я просто, видимо, недавно увидел это видео. Да, недавно. Мы его перекладывали с новым цветом, наверное. Вот. В Дубае моли мы делали шоу «Русалок». Там неимоверно кайфово. Там лимонные акулы, манты, скаты. И когда они привыкают к твоему появлению, а я там полтора месяца работала, то они становятся друзьями. Они приходят, там вот эти вот лимонные акулы, они приходят, можно их почесать, они там радуются. Это очень замечательно. Единственное, там вода 24 градуса, ну, чтобы акулам было комфортно. А человеку в 24 градуса без гидрокостюма прохладновато. Ну, ничего, шоу там в течение 10 минут можно выдержать, потом пойти погреться. А вот смотри, Дубай, там Италия, Галапагостские острова, Австралия, большой карьерный риф, Америка. Ты вот постоянно путешествуешь по миру. А есть какое-то место, которое тебя притягивает постоянно? Тебе хочется возвращаться туда, нырять там, исследовать глубины, общаться, может быть, там с животными или рассматривать подводные какие-то артефакты? Что это за место, расскажи? Таких мест несколько. Первое, самое простое, это Y40. Это уже не самый глубокий бассейн в мире, 42 метра глубиной в Италии. Это мой дом. Я там 2-3 семинара в год точно провожу, потому что я там расслабляюсь, там кайфово. Там теплая термальная вода. И это место, где максимально легко научиться расслаблению и продувке. Потому что вот ты в полной безопасности. Если говорить о морских местах, то это, конечно, Таити. Таити со своим мощным океаном, с китами, с дельфинами, с незагаженной, скажем так, цивилизацией, очень чистые острова. Сами люди, таитяне, они такие настоящие. Они такие, с виду они такие большие, татуированные, страшные. А внутри они такие добрые, они такие кайфовые. Очень люблю это место. И, конечно, Таитианский океан, он такой потрясающий. Я очень люблю там заныривать метров на 30, без маски, без ничего. И просто зависать вот так вот в океане и чувствовать толщу воды. Свет вот так вот, солнечный свет, лучами пронизывающий воду. Это потрясающее место. Еще есть места, которые я не освоила. И куда я хочу съездить? Это, конечно, Новая Зеландия. Это, конечно, Танзания. В Танзании вообще у меня такая мечта, которая осуществится, наверное, попозже, когда там вырастет ребенок, и у меня будет такая свободная, ни к чему не привязанная жизнь. В Танзании я хочу собирать фрукты. Там есть такая работа. Подводный фрукт? Нет, фрукты надводные. Там есть такая работа, ты можешь приезжать и собирать фрукты. Я обожаю собирать фрукты с деревьев. Вот это прямо моя страсть. Можешь собирать фрукты, и в свободное от этого время ты можешь нырять. Там потрясающая подводная флора и фауна, так же, как и надводная. Это одно из таких мест, куда я очень хочу съездить и попробовать. Конечно, Шри-Ланка. Шри-Ланка с Индийским океаном, с теплой водой, с китами. Я каждый год там делаю семинар по нырянию с китами и семинар по фли-серфингу. Это когда ты не просто серфишь, а когда ты чувствуешь волну, ты ее знаешь, ты ее не боишься. В прошлом году это не удалось. Ее закрыли за несколько недель до нашей поездки. В этом году посмотрим. Если откроют, то рванем. Если не откроют, то поедем нырять с китами в Териберку. В холодное море тоже кайфово. В Териберку, да, там, гренландские киты вроде, да? Марин, ты рассказываешь про ныряние в глубину, про ныряние с китами. Я вот знаю, что есть еще такой вид дайвинга, как ныряние на затонувшие объекты. Там бывают корабли, бывают даже целые города затонувшие. Вот что тебе больше нравится? Больше всего мне нравится ныряние с китами, ныряние с морскими жителями. Я обожаю черепах. Вот с черепахами тоже нырять замечательно. Конечно, черепах не надо трогать, когда с ними ныряют, потому что, когда люди цепляются за панцирь, а это делают люди часто, у черепах начинается очень сильное учащенное сердцебиение, и она от этого может умереть. Поэтому с черепахой рядом можно плавать, на нее смотреть. При касании она резко увеличивает скорость. Поэтому не надо трогать черепах, надо просто им любоваться, и они обалденные. Что касается ныряния на затонувшие корабли, самолеты и так далее. У меня была передача в Италии по Райт-Рэм, передача Абисси. Это были тайны затонувших кораблей. Мы там обнырялись на эти корабли, на эти самолеты, мотоциклы и так далее. Ну, так как я личность творческая, и воображение у меня очень активное, то когда я там вижу какой-нибудь аксессуар нормальной жизни, я себе представляю, что там случилось. Случилось в первую очередь с людьми, которые... С людьми, в первую очередь, да. Ну, корабль затонул, ладно, бог с ним, да, построим новый. Ну, и потом корабль загрязняет океан. Так, конкретно загрязняет. Вот. А истории людские, они начинают проходить перед глазами, и становятся не так уж кайфовы. Вот сейчас как раз показывали корабль в Австралии, на который я ныряла. Поэтому я это делаю не с большим удовольствием. И заранее я предпочитаю услышать историю, что все остались живы, что все спаслись, все хорошо. Вот, поэтому... Но есть, например, инсталляции. Такие, как статуи разные, да, в Италии есть Христос с понятыми руками, Кристос дель Абисси или там Мадонна. Это, да, это красиво и интересно. Есть даже вот под Неаполем, есть затонувший как бы город, там такая красивая мозаика. Понятно, что люди ушли до затопления, и на это можно полюбоваться элементами архитектуры. Ну, конечно, для многих интересно и в кораблях полазить, и в самолетах. Но вот я немножко слишком эмоциональна для этого дела. Тебе больше нравятся животные. А вот смотри, во многих своих лекциях и на семинарах ты рассказываешь про управление энергией окружающего мира. Вот, кстати, как раз такой план, который можно отнести к подобному семинару. А есть у тебя рецепт, где взять эту энергию? Прежде всего, мы рождаемся, и у нас есть большой энергетический запас в почках. Это наша личная энергия, которую трогать нельзя. Ей нельзя работать, ее нельзя тратить. Это наш ресурс, который должен быть всегда. Когда мы начинаем ее тратить, приходят болезни. Она не... Где еще раз она находится? В почках. Ты имеешь в виду настоящие почки? Настоящие почки. Не феррические почки, как на деревьях, а настоящие человеческие. Ну, настоящие человеческие почки, да, это наш такой центр энергии. Врожденный. Так. А дальше той энергии, с которой можно и работать, и общаться, и пропускать, это, конечно, вселенская энергия. Это энергия природы. Это сила стихий. Вот с ней я предпочитаю быть в контакте ежедневно, потому что она пополняет, очищает. Есть человеческая энергия, с которой мы обязательно всегда взаимодействуем, да. Любое общение, особенно там семинары или съемки, это большой обмен энергии. После того, как мы обменялись энергией, нужно энергию почистить, потому что эта человеческая энергия, она кому-то принадлежит. Она не в чистом первознанном виде. И для того, чтобы она у тебя, как бы, проходя через тебя, ничего тебе чужого не принесла, она чистится с помощью вселенской энергии, которую я черпаю в природе. Поэтому я всегда стараюсь после съемок или после семинаров погулять, побыть в природе, понырять самой, вот вернуться в контакт с собой и с природой. Побыть в одиночестве, да? Побыть в одиночестве. Правильно ли я рассказать, побыть в уединении, да? Да, побыть в уединении это очень большой ресурс и очень необходимый каждому человеку, потому что именно в уединении ты приходишь в глубокий контакт с собой и понимаешь, от чего ты действительно хочешь. Находясь в социуме, очень много информационных полей и очень много того, что тебе внушает социум. Какой ты должен быть, сколько ты должен зарабатывать, что ты должен носить. Это все в информационных полях. И если жить этими мерками, то наше внутреннее я, оно теряется в этих мерках. И именно нахождение в уединении с природой у тебя возвращаются твои личные ценности, твои личные понимания. Вот в своих лекциях, семинарах ты транслируешь такое позитивное отношение к окружающему миру. А случались ли у тебя в жизни разочарования, может быть, какие-то душевные травмы, может быть, что-то у тебя не сбылось, какие-то цели ты поставила, но не смогла их достичь? Были ли у тебя кризисы, депрессии? Как ты с этим справляешься? Конечно, это все было, потому что без этого я бы не стала тем, кем я есть сейчас. Первые кризисы, депрессии у меня были в 16 лет, потом в 24 года. Достаточно глубокие, сложные. Потом был период, когда я очень любила Достоевского в подростковом возрасте. И прямо наслаждалась вот этими депрессивными, мощными состояниями. И каждый раз я из этого выходила благодаря, с одной стороны, маме. Потому что мама у меня такой очень суперпозитивный человек, и всегда это поддержка. Потом благодаря себе. Я почему пошла на психолога, для того, чтобы лучше балансировать свой внутренний мир. Будучи человеком творческим, эмоциональным, нужно обязательно заземление нужно обязательно. Потому что иначе уносит непонятно куда. Да, уносит вдали, далекие. Да, вдалекие. И потом неизвестно, насколько хорошие. А при заземлении, при вот приводнении, у меня тоже фридайвинг, вода тоже очень хорошо балансирует, ты обретаешь свой баланс, и маятник, который у нас идет от одной к раности к другой, от депрессии к мании, он становится менее мощным, с одной стороны. А с другой стороны, он поднимается, он уже не уходит глубоко в депрессию, он становится на состоянии, ну, может быть, там, грустно, немного грустно. Но не в таком, что все, жизнь закончена, плохо, я не могу встать. Ну, может быть, светлая грусть бывает же такое? Светлая грусть бывает. Сад садат есть такое? Да, светлая грусть – это хорошо. Поэтому много методов и дыхательных упражнений, и физических, и вообще, как организовать свою жизнь, для того, чтобы она была в балансе удовольствия, в балансе здоровой и счастливой жизни, без ухода в неправильный состояние, как в одну сторону, так и в другую. Что касается дыхательных практик, вот ты сейчас сказала, я вот о чем подумал. Сейчас же очень многие люди переболели ковидом, и многие жалуются на затрудненное дыхание, на проблемы с дыхательной системой, как будто бы на грудь что-то давит. А у вас, средайверов, есть практики дыхательные, которые рассчитаны на то, чтобы развивать дыхательную систему. Придумали ли вы сейчас что-то, чтобы помочь людям, которые переболели ковидом, восстановить свою дыхательную систему? Макс, спасибо тебе огромное за такой вопрос. Я переболела ковидом тоже, и у меня было ощущение бетонной плиты, которая пыталась лечь мне на грудь, но я ее не пустила. И сейчас я расскажу про во время ковида что делать, и что делать после ковида. Для того, чтобы не разнести по легким вирус, нужно дышать только нижним живота, не подключая ни средний отдел, ни верхний отдел легких. Только низом живота. При этом вирус разносится минимально. И я за два дня справилась с ощущением бетонной плиты. Естественно, это постоянный отдых и постоянное дыхание только низом живота. После ковида я восстанавливалась, наверное, до полного восстановления легких несколько месяцев. То есть я, да, и ныряла, и занималась спортом. То есть уже болезней не было, то есть это уже отрицательный, но тем не менее у тебя были вот... Полного ощущения, полного восстановления, что я могу задержать дыхание, например, на мои 7 минут, или нырнуть на вот такую глубину, или быстро зайти на гору и не иметь одышки, полное восстановление произошло через несколько месяцев. Поэтому это нужно принимать со спокойствием и понимать, что для этого нужно шаг за шагом просто заниматься своими легкими. Упражнение, которое помогает восстановлению легких, очень простое. Я его записала, выложила к себе на YouTube-канал, чтобы вот люди, которые не в этом, не в вдыхательных упражнениях, могли его поделать и реально восстановиться. Все очень просто. Мы дышим всегда, начинаем с живота. Вдох всегда начинается с нижней части легких. Выглядит это прямо с нижней части живота или с нижней части... Ну, с нижней части легких это получается верхняя часть живота. Вот под диамфрагмой, да, под пупком. Мы делаем вдох, потом делаем выдох. Выдох мы делаем через сомкнутые губы или зубы с небольшим сопротивлением. И мягко и расслабленно. Вот мы садимся обязательно с ровной спиной и делаем средний вдох и выдох. И расслабляемся. Это дыхание только нижней части легких, то есть животом. Сначала мы научаем себя дышать только животом. Обычно в жизни люди дышат верхней частью легких. Это когда у нас поднимаются вот так вот поднимаются плечи. При этом легкие наполняются только до того места, которое поднимается. Они не наполняются ни в среднюю часть, ни в нижнюю часть. Соответственно, кислорода мы получаем, да, одну треть, а не одну целую, как хотелось бы, для того, чтобы у нас хорошо окислораживался мозг и хорошо работали мышцы. Поэтому сначала, научившись дышать просто животом, вдох и выдох. Вот у тебя сейчас немножко поднимается грудь. Да потому что я все время дышу грудью, мне сейчас нужно тренироваться, чтобы... Положи вторую руку на грудь. Ага. И контролируй, чтобы она не двигалась. Ага. Двигалась только нижняя рука. Вот. Уже лучше. Я чувствую, что получается, кстати. Да. При вдохе живот должен выходить наружу. Мы наполняем живот. При выдохе живот уходит внутрь. После того, как мы освоили это упражнение, дальше мы подключаем средний отдел. Верхняя часть продолжает не двигаться, а средний отдел уже двигается. Мы делаем вдох. Видишь, немножко грудь приподнялась. Но вот здесь не доходит воздух. А выдох у нас наоборот. Сверху вниз. Сначала. А потом. Я еще раз все это пересмотрю на видео. И буду домом повторять. Я тебе ссылочку еще пришлю в упражнение, которое показывает, чтобы можно было просто поднимо делать. И когда мы научились дышать нижней и верхней, и средней частью, тогда мы уже подключаем и верхнюю, и получается полное дыхание, и получается полное восстановление легких с его наполнением и опустошением. Это очень полезная информация. Марина, в заключение я хочу тебя спросить, какие у тебя есть планы на ближайший сезон? Тут у нас, понимаешь ли, все еще пока не открывают весь мир. Что ты планируешь делать? Сегодня я лечу в Сочи. Сразу после нашей съемки. Сразу после нашей съемки. Прямо сразу в аэропорт с вещами. Проводить семинар с нырялкой со свободными дельфинами. Свободные дельфины это дельфины, которые свободно живут в море. У них нет никаких ограничений. Вот мы будем приходить к нему в гости и узнавать, хотят ли они с нами пообщаться, хотят ли они с нами понырять и вообще каково это подверять со свободными дельфинами. То есть прям можно прыгать к ним к дельфинам к этим. Это безопасно? Вместе с ними плавать? Да. Мы прыгаем, вместе с ними ныряем и смотрим, насколько они подпустят, не подпустят, потому что вообще они захотят подойти и посмотреть на нас, пообщаться, поразговаривать. Они очень весело разговаривают под водой. Это трещат забавно. Звучит все это потрясающе красиво. Я надеюсь, ты сделаешь видео. И пришли тебе. Штешь его. Обязательно. Потом у меня 29 марта начинается топ-секрет проект. Просто такой большой, глобальный. Когда можно будет о нем рассказать, я тебе отдельно о нем расскажу. Это прямо вот такой глобально на российском уровне такой самый глобальный проект. Если откроют Шри-Ланку, то на майские молитвы на Шри-Ланку. Если не открывают, это будет Териберка. Потом, конечно же, создание. Вот у нас сейчас есть новый проект, арт-подводный проект, который мы уже сняли. Сейчас он в монтаже. И, естественно, по ходу будут новые проекты. Если у наших зрителей будет желание поучаствовать в создании сценария, пускай присылают комментарии как в Russian Extreme, так и ко мне. Да, в редакцию, так и ко мне на YouTube-канал для того, чтобы мы могли реализовать их сценарий под водой. Вот. Если откроют Францию, то июль это будет Шамани, прогулки по горам и ныряние в озерах. Потом будет яхтинг и фридайвинг. Еще не знаю, где и как. И рекорд Гиннесса либо он будет в июне, либо он будет в декабре. Посмотрим. Марин, у тебя просто огромное количество планов. И это замечательно. Я тебе желаю удачи в исполнении всех этих планов. И огромное тебе спасибо, что была сегодня у меня в гостях. Макс, спасибо тебе огромное за приглашение. Я всегда с огромным удовольствием прихожу к тебе. И мы так здорово, мило общаемся. Спасибо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok